Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня мы открываем такой небольшой мини-дискуссионный клуб. Сегодня у нас в гостях сразу одновременно два эксперта, что довольно редкая история. Надеюсь, они не подерутся. В правом углу у нас сидит Лада Кулыгина, садовник, ландшафтный дизайнер, специалист по обрезке и защите растений. И в левом углу у нас сидит Виктор Тропченко, дендролог, ландшафтный дизайнер, большой философ и пропагандист безуходного, малоуходного сада, сада в природном стиле. Оба специалиста у нас замечательные, но есть у них некоторые вопросы, по которым они сходятся и не сходятся. И сегодня мы хотим, в теории хотим, не знаю уж как получится, обсудить три любимых и нелюбимых растения Лады Кулыгиной и три любимых и нелюбимых растения Виктора Тропченко. Итак, начали. Собственно, чтобы далеко не ходить, оказалось у нас камень преткновения, даже у вас, тот самый золотарник, который так часто сажают Витя в своих садах. И, как я так понимаю, не очень любят многие ландшафтные дизайнеры, в том числе... Я не люблю, не люблю, точно говорю. Не люблю просто не потому, что он там бывает инвазивный, перерастает, что-то там сеет. Мне он просто не нравится. На мой взгляд, это слишком... Такое простое растение какое-то, оно немножко деревенское. Сейчас все обидятся на меня. Нет, почему? Оно действительно деревенское. Нет, но я сажаю на самом деле только один золотарник, который пока не показал своего инвазивного потенциала. Это золотарник морщинистый. Его сорт фейерверк или фаервокс, то есть английское или немецкое название. Он очень поздно цветет, фактически это середина октября. Фактически не тогда. Нет, он цветет ровно тогда, когда уже все цвело. Это значит, что он не посеется с очень большей вероятностью. Во-вторых, это октябрь, когда уже ничего нет. Астры почему? Ну, полножие. Астры, да. Астры очень красивые. Во-первых, далеко не все астры у нас успевают. С астрами всегда лотерея. Во-вторых, опять же, некоторые астры успевают даже позже. Вот, скажем, еще одна моя любимая астра, которая сорт Little Carvel, которая реально очень поздно цветет, мелкая, сиренево-фиолетовая. Которая в бутонах умирает. Нет, она зацветает, она зацветает. Я был в гостях у своих заказчиков в ноябре, у них цвели эти астры. Уже ничего не было, они цвели. Нет, но астры вот осенние, для осенней окраски, мне кажется, очень хороши. Но вот эти астры из золотарника, сиренево-фиолетовый с желтым, это как раз хорошее сочетание. Именно этот золотарник. Конечно, не нужно сажать канадский, не нужно сажать гибридный, не нужно сажать эти бесконечные сорта, которые сеются как бешеные, действительно, слишком просто выглядят. А почему мне нравится золотарник морщинистый? Потому что в нем зеленого цвета больше, чем желтого. Ну, это такая игра, это, как говорит мой супруг, это все вкусовщина. Конечно, а вообще все вкусовщина. Ну, вот мне он не нравится, золотарник. То есть, мне вообще он не нравится. Не знаю. Я не вижу в нем никакой прелести. Ну, вот я знаю, ладно, золотарникам понятно. Вот какая-то чистая вкусовщина, возможно, даже и оттенок, и фактура не устраивает. Фактура, скорее всего, он такой вот какой-то. Я в водке, например, еще знаю, что, несмотря на то, что мы с Витей сняли прекрасный ролик о кленах, не все клены Виктор считает одинаково полезными. И, да, да, и точит зуб на формы. И он один, кстати, с красными, с бордовыми листьями. Я могу сказать, почему я не люблю ее? По двум причинам. Первая причина – это слишком насыщенный темный цвет. А, так мы говорим о разных вещах? Нет. Ты говоришь о клене астролистном, пурпурной формы тебе не нравятся? И мне она тоже не нравится. А, мы сошли здесь, понятно. Мне нравится клен красный, рубра которой. А, понял. Да, конечно, он хороший. Но у него, правда, есть нюансы. Он все-таки может страдать от морозобоя. Но это скорее именно особенности каких-то конкретных сортов и каких-то конкретных мест посадки. Возможно, да. Ну, вот он и изгороди из него прекрасный. И сам он хорош. Не знаю. Из клена красного, американского крупного изгороди? Да, да, я видела это. Это все интересно. Так, а подожди. А, нет, из Генала я видела. Из Генала. Из Генала-то да, да. Из Генала делают. А, подожди, а у Леши, у Леши, у Леши, у Леши Скибина, у него из какого клена сделана изгородь? У него из какого-то из елок. Нет, нет, нет. Не татарского ли? Либо татарский, либо Генала. Ну, клен не самое очевидное растение. Мне казалось, что для живой изгороди нужно растение с мелкими листьями. Так, у клена Генала мелкие листья. И у клена татарского мелкие листья. И клена... Не обязательно. Но у Липы же не мелкие листья. Ну, в живой изгороди у него листья относительно мелкие все-таки. Из-за того, что ее стригут, и она больших листьев. Да, основная проблема деревьев с большими листьями в том, что они требуют какой-то сложной обрезки. Нельзя пройти каким-то кусторезом. Их надо прям формировать серьезно. Мне кажется, человек, который не прибегает к услугам специалистов, самостоятельно поддерживать живую изгородь из кленов или лип... Нет, ну почему? Ну, грабы есть. Берется за такую... Мы же сейчас говорим о растениях. Мы говорим о растениях. Это надо будет вырезать. Как мы их можем использовать. Мы же не говорим о том, что у нас вот шесть соток, но мы не можем делать эффектно. Ну, претензии к кленам у вас какие? У меня... Вам не нравится вот этот оттенок густо-бордового? Да, мне не нравится, не нравится. Он очень популярен у нас в стране. Его очень многие любят. Пурпурную форму. Мне она не нравится. Она слишком... Мне нравятся некоторые растения с пурпурными листьями, например, как черемухи. Есть, например, черемуха... Виргинская. Виргинская, да. Есть очень красивый сорт с пурпурными листочками. Вот. Но у него совершенно изумительный на солнце. То есть, когда солнце светит на эти листья, они просвечивают. Они красный, нежный такой отлив у них. Очень, очень, очень красивый. Шуберта черемуха. Вот. А клен, астролистные, вот эти пурпурные формы практически все дают... Ну, сам клен по себе дает очень густую тень, такую тяжелую. Плюс он имеет большую массу вот этого такой... Черная дыра. Черная, да. Вот у меня именно такое ощущение, какой-то вот такой вот провал. Да, его невозможно. Его нужно чем-то поддерживать, но он настолько массивный и настолько давит, что его никак не поддержать. Если его мы начнем поддерживать, то весь наш сад превратится в мемориал. Ну, я так понимаю, что это не ландшафтное растение, если использовать его в каком-то вот этом садоводстве на ограниченной площади. Например, для большого парка... Для большого парка, да, это хорошо. Но это большое дерево. Для кленостролистные это, в принципе, дерево первой величины. Это очень крупное дерево, высокое, широкое и занимающее большую площадь. Конечно, это не для маленького сада. Это однозначно. Даже на 25 сотках ему сложно найти место. Знаю, что из краснолистных растений у вас в обоих есть некие претензии к растениям, именуемым барбарисом. Которые сейчас у нас существуют совершенно различных видов, форм и расцветок. И совершенно прелестные. Скажи, тем... Они слишком яркие. Они, многие сорта, плохо зимуют в нашем климате. Вот я думаю, что эти два претензии основные. Да, у меня, наверное, те же самые. Они очень претензиозные. То есть, они выделяются сильно. То есть, они яркие всегда. А я думал, что вам не нравятся колючки. Я вот, например, старался... Во-вторых, его не обязательно трогать. Колючки тоже мне не нравятся, потому что по той же самой причине. Что вот ты сформировал этот куст, он растет у тебя. Красивый, красивый. И вдруг наступает момент. Там через три года вдруг по какой-то причине он заболел. И зимы не проснулся. То есть, тебе надо вот это все вырезать. Колючую проволоку. Да, все это убирать. И это ужасно. И это непредсказуемо. Вот. Есть, конечно, формы, которые хорошо себя чувствуют у нас в садах. Но мне они не нравятся. Ну, самые простые. Барбарис Атавский. И сорта Орея Барбариса Тунберга. Вот они неубиваемые. Которые уже существуют очень много лет. Нет, ну, есть там маленький адмирал. Он такой симпатичный. У него яркая листва такая. Прупурно. Но они слишком... Ну, скажите, но они с такой же проблемой, например, у пузыреплодника. Которого сейчас тоже очень много. Есть совершенно какие-то прекрасные сорта. Довольно-таки яркие. И тоже... Пузыреплодники. Да, агрессивных оттенков. Да. Это хороший вариант для живой изгороди где-нибудь на заднем плане. Потому что вот этот вот бархатный темно-красный цвет, он как-то воспринимается, как, я не знаю, какой-то театральный занавес. То есть он может быть служить фоном для растений, которые имеют окраску цветов или листвы тоже в рамках розово-фиолетово-белого. Он, в принципе, хорошо выглядит. Он темный, он создает какой-то такой вот объем, пространство, и это работает. Но он темный, он тяжелый. Да, он темный, он тяжелый. Между тем, значит, барбарисы вы не любите сажать, а пузыреплодник? Пузыреплодник растений заднего плана. Потому что это кустарник высоты до 4 метров. И он действительно может работать фоном. Барбарисы, которые там по колено, фоном работать не будут. Ну, пузыреплодник и пурпурные формы, сделать из них изгородь, для меня это неприемлемо. Я не люблю. Потому что это слишком тяжело. Мне нравятся пузыреплодники, мне нравятся многие сорта. Сейчас мне не нравится, там есть, как он называется, самый темный этот... Диабло. Диабло, да. Диабло, да. Очень тяжелый, очень. И у нас никогда эти пурпурные формы практически... Я, например, ни разу не видела, когда они вдруг становятся аллами. В этом году они порозовели. Синяя краска. Они очень требовательны к освещению, потому что освещения недостаточно. Листья будут такие темно-зелено-черно-неприятного оттенка, как будто они чем-то болеют. Но вот пузыреплодники я очень люблю использовать куртинами. Вот куртины, это также парковая, в скверах хорошо их высаживают. То есть они создают фон действительно. Но изгороди из пузыреплодника я не люблю, потому что он, в отличие от сирени, допустим, или там, я не знаю, других кустарников, он не быстро израстается. То есть он... Корягин растущий. Да, да, да. То есть вот это потом скелетная часть, которая у него внутри образуется, если его встречи с городью, она очень такая непрезентабельная. А для меня важно, чтобы изгородь, когда ты... Чтобы она была хороша не только летом, да, в листьях и в цветах, но и когда все опало, чтобы скелетная часть была красивой формы. Но она должна, мне кажется, иметь какую-то единую фактуру. Если говорить о стриженной изгороди из пузыреплодника, то да, я согласен, что это не очень. Но если это более свободно растущий, формируемый раз в сезон... Ну, куртины, куртины. Нет, даже если это просто ряд пузыреплодников, которые растут... Мне не нравится, вот мне не нравится. Я не люблю, когда стригут дёрен, не люблю. Вот это лично моё, так как я это много стригла, я много вижу, и, видимо, это моя такая больная тема, так как я... Стрижка, имеется в виду, стрижка, стрижка, это формованная изгородь или какая-то пиарная фигура, или просто регулярная обрезка, чтобы тот же дёрен, если его не стричь, он просто валится и разваливается очень многие сутки. Нет, не стричь, а обрезать. Обрезать. Это разные вещи. То есть формовка, мы говорим о формованных изгородях, на всякий случай. Да, согласен, да, формованные, да. А стричь, стричь, это когда ты берёшь ножницы и стрижёшь. Дёрен ты не должен стричь, то есть он растёт сам, свободный, он выпускает красивые ветви, на них нарастает. Ну да, там ещё очень декоративно сами стебли. Да, а когда мы вмешиваемся в дёрен или в пузыреплодник, мы теряем вот эту графику красивую, вот эти фонтаны, которые мы вам показывали с тобой, да, вот эти чубушники. То есть у каждого растения есть своя структура, и некоторые неприемлемы. Вот сирень можно стрягануть, и она даст, вот как-то она хорошо формируется. Насчёт дёренов и пузыреплодников, всё-таки им нужно немножко формировать крону, потому что это всё настолько некрасиво разваливается. Я видел разницу между дёренами, которые обрезать, не формировать в шар или не формировать в изгороди, а просто подправлять каждый год. И дёрен, который просто оставлен. Когда он просто оставлен, это вот будет валяться, валиться, и это будет каша. Нет, конечно, но для этого... Я имею в виду вот этот момент. А стрижка в изгороди, да, здесь я полностью согласен. Не обязательно каждый год делать, там раз-два года, этого достаточно. Нет, ну надо понимать, что мы хотим добиться. Да. Словно, да, это важно. Но с ножницами туда лучше не ходить. Я хочу немножко модерировать вашу беседу, потому что вы, конечно, очень увлекаетесь. Надеюсь, что это похоже. Началось с того, какие растения мы любим. Ну, мне нравится ваш энтузиазм. Я хочу... Да, есть такое растение, которое очень любит Витя. Мы снимали первый наш ролик с ним, был посвящён именно ему. Называется он барвинок. Или как Витя его называет барвинок. Барвинок. Я его никогда не использую. Это первое. Вообще никогда. Никогда. Почему? Ну, оно какое-то неживое, такое статичное. И ещё, наверное, то, что я проводила на юге время в детстве, я помню, что вот как-то там на кладбище. И вообще мне не нравится. Список кладбищенских растений обширен. Туда попадают даже туи и бархас. Нет, и вот бархасы я люблю. У кого-то, у кого-то. Просто это классика жанра. Не сажайте нам это, это кладбище. Постоянно такое слышится. Это есть бытующий стереотип такой. Да, причём у каждого свои растения относятся к кладбищенским. Вот я когда вижу, вот он заполняет, у него вроде листва красивые, такая тёмно-зелёная, блестящая. В общем, я тут в обиду присуждаю за Витя, потому что он не заширен стереотипами. Я сам люблю барвенок, ладно. Но возвращайся. Это призятая, призятая. Нет, почему, на самом деле мне кажется, что растения, во-первых, у него, может быть, да, конечно, у него мало динамики, это факт. Я соглашусь с тем, что он зелёный, зелёный и зелёный, и голубой весной. Да, всё время. Но когда он зелёный в ноябре, это же хорошо. Но зимы зелёных растений довольно-таки много, как мы с тобой знаем. Но не все из них такие неубиваемые. Ой, Вероника Ползучева, ой, такая прелесть. Ой. А лобчатка гусиная вообще. Ну так она всё-таки жёлтая, во-первых, а во-вторых, не знаю. А во-вторых, в барвинах будет жить там, где не будет жить лобчатка. Он же может расти в полной тени. Это самое теневыносливое растение. Это вообще неубиваемая штука такая. У него такие красивые пушистые серебристые листья. Просто, наверное, среди наших растений барвинах самый теневыносливый. Потому что более теневыносливое растение, чем барвинах, я не знаю. Яснотка. Вот тут, да. Нет. Да? Нет. Яснотка более светолюбивая. Барвинах самый теневыносливый. Не знаю, у меня яснотка под ёлками растёт. Единственное. Может, барвинах там, конечно. Возвращаясь немножечко, да, мне кажется, хочется на такой интересной ноте закончить эту беседу. У нас всё-таки сегодня был такой экспериментальный дискуссионный клуб. Про гортензии. Посмотрим, да, как зайдёт нашим зрителям такой формат общения, когда мы увлечены друг другом. Но немножечко, да, мне кажется, может быть, надо как-то структурировать этот диалог. В общем, уважаемые зрители, если вам понравился такой формат общения, если вам было интересно слушать этот замечательный диалог с Виктором и Ладой, возможно, мы продолжим дальше. Потому что у нас есть что обсудить. Поскольку есть такие прекрасные растения, например, как хосты, которым мало кто остаётся равнодушных, их любят и не любят. И есть другие мнения. Влада, ты как с хостами? Я очень люблю хосты и умею их готовить. Видят, не все хосты одинаково полезны. Прекрасно, на этой ноте мы и закончим. У нас будет о чём поговорить в следующем ролике. В том числе, я думаю, что вам обоим есть что сказать и про гортензии, ну и про другие растения. А вы оставляйте ваши комментарии, пишите, какие растения вы любите или не любите. И мы ждём от вас тем для обсуждения с нашими экспертами. Всего доброго. С вами была Лада Кулыгина, Виктор Тропченко и я, Андрей Смирнов и канал Европлант Лайф. Счастливо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»